Большое спасибо, давайте сейчас по регламенту. Я повторю то, что я услышал по пунктам из каждой группы, из первой и второй, а Вадим даст коротко, что из этих пунктов работает, что не работает, а я потом добавлю. Первая группа у нас предложила сделать следующее, провести сегментацию продуктов и предложений по клиентам. После этого поставить соответствующие цели, продуктовые, либо по сегментам, отделу продаж. Дойдем, это четвертый пункт. Я по крайней мере, может быть у вас все и было, но я по крайней мере то, что я услышал. Так услышал, да. Третье, что было предложено, было предложено не шивание, но видимо позиционирование продукта на более узкую аудиторию. Четвертое, что было предложено, что нужно описать систему продаж, ее регламентировать до действий, делай раз, делай два, делай три, ввести KPI и их контролировать. Пятое, KPI это ключевой показатель эффективности индикатора, то есть по циферкам, управление по циферкам. И вот то, что вы говорите, у нас ничего про людей, ничего подобного. Я пятым пунктом услышал, что в вашей группе было. Это изменить систему мотивации и повышать командный дух так, чтобы люди болели. Сильное выгодное. Вторая группа у нас предложила следующее. Первый. Нет, почему? Все правильно. Сегментация, поставить цели, нишевание. Четвертое это контроль и KPI, нишевание, позиционирование одно и то же. Близко по крайней мере. Пятое это система мотивации, уделять время людям, повышать командный дух, лояльность и так далее. Вторая группа предложила следующие пять рекомендаций. Нужно провести анализ ситуации. Была предложена интересная штука, как разделение работы, и это действительно правильная вещь, к сожалению, без конкретики, и я об этом тоже сегодня расскажу. Есть такое, оно эшелонирование. Вот там, грубо говоря, сюда пехоту, сюда, там, где тяжелые и так далее. То есть это конвейерность некоторая. Об этом тоже все. Второе, что было предложено, анализ и эшелонирование, я их под одним пунктом, почему-то записал, у меня всего четыре пункта. Второе, было предложено, что нужно изменить продукт, поработать над изменением продукта и его как-то вот спозиционировать на более узкую аудиторию. Да, трусовые все, нет продукта, который есть, продавать, да? Нет, нам нужно его лучше сделать, чтобы легче продавать было, лентяй. Третье, что было предложено, чтобы учредители ввели только вип-клиентов. Хорошо, понимать. Четвертое, для того, чтобы региональные продажи запустить, нужно разработать франчайзинговые схемы и партнерские программы. Возможно изменить продукт под регион, потому что в Москве какие продукты у вас сделаны, в регионах, ну, по крайней мере, я вас так услышал. Вадим, прокомментируешь? Да. Уходи, пожалуйста. Если хочешь порисовать, то будь, пожалуйста. Нет, Александр Ильич, будем, я все же хочу. Давай. У меня единственный, кто-то доточняющий вопрос. А чем компания занимается? Аудиторские услуги. То есть, все, как было заявлено на строчке в Фейсбуке, но даже в профессиональных услугах. Сколько рублей. Это было очень важно, потому что, собственно говоря, кейс был не такой. И часть ваших вполне разумных утверждений, к сожалению, начнут здесь. Ну, теперь пойдем. Да, уж погнал. Начнем с первой группы. Буду говорить не жестко, не мягко. И, на мой взгляд, вы прекрасно понимаете, что в бизнесе нет правильных и неправильных решений. И если вы эффективны, то есть, в конце концов, как бы не устали учредители, они же продают, зарабатывают. Они же состоятельные люди. В конце концов, ну, устали чуть-чуть. Ну, ничего страшного. А что, ты еще нужны? Да. Что? Это в 10 часов мы с вами абсолютно не коллеги. Случайно. Поймите, что он не имеет никакого отношения. Окей, окей, хорошо. Итак, по порядку. Анастасия, правильно я говорю? Да, Анастасия. Значит, мне очень понравилось направление вашей мысли. Были несколько пунктов, которые я бы поставил в знак вопроса. Мы бы, наверное, сейчас прокомментируем. В листочке они записаны. Да, да, да. Я пункт. Помнишь? А некоторые пункты вызвали некое отражение. Итак, по порядку. Первое. Ну, по поводу поставить цели. Ну, я вас уверяю, в данной ситуации цели ставятся. Всегда цели ставятся. Вопрос, тем ли языком цели ставятся. Понятно ли обычным россиянам, которые являются менеджером и продажем, что говорят необычные россияне, акционеры? Это вопрос семантики, как мы это доносим. Наверное, отчасти вы в этой ситуации правы. Надо, наверное, более четко сказать, что мы это доносим. А если способ, чтобы донести? Да не способ. Простые русские слова. Ребята, с вас столько-то денег. Потом мы дойдем до кипят. Это очень важный момент. Вы его обозначили, вы как команда, но не расшифровали. Это очень важный момент. Представьте себе, сидят менеджеры по продажам. Ребята, сейчас вам будут кипяй. Кто-то из вас спросил, что такое. И менеджер по продажу говорит, что это такое конкретно. Сейчас передадим. Значит, это первый пункт. Второй пункт по поводу сегментации. Описание продуктов. Позиционирование продуктов. Отлично, это очень правильно. И это было реально в жизни сделано. Оказалось, что описание, систематизация продуктов показало, что в этом бизнесе огромный пласт продуктов вообще не продается. Не потому, что нет спроса, а потому, что никто из менеджеров на тему вообще никогда не говорит. Примерно 30% получения продаж только потому, что списочек был составлен. То есть в каждой дополнительной услуге был ценничек. Клиенты с радостью покупают. С радостью покупают, потому что им понятно, за что они спереди. Следующий пункт был очень важен. И, наверное, самый главный, готов поставить за него пятерку. Вы это назвали алгоритмы. Можно назвать это бизнес-процессы. Можно назвать это технологией работы. Но, условно говоря, описать последовательность действий клиента в различных сегментах – это шаг номер один. Это правда. Вернее, два после сегментации. Очень важный момент. Технология должна быть описана. Как показывает практика, в этом бизнесе сами люди правильную технологию выстроить не могут. Многие очень значимые элементы технологии пропускают. У каких-то элементов, наоборот, циклятся. И, соответственно, из-за этого неэффективны. Но вот тут возникает очень важный момент. Вы сказали, а давайте теперь эти парни, акционеры, перестанут продавать. Воручат это делать им по правильному процессу. Вот посыл-то правильный. То что происходит? В этом бизнесе средний цикл продаж 3-4 месяца. Средний цикл продаж 3-4 месяца без кэшфула. 90% на них. Понимаете? Без денег. Вопрос, кто оплатит этот организационный продаж? 3-4 месяца – это уже у готового человека в продаже. А у новичка – это год. То есть, реально говоря, примерно 8-9 месяцев компания зарабатывать не будет. Что будут делать аудиторы, которые там работают? Кто-то не оплатит за плату. Уйдут. Поэтому, к сожалению большому сказать, значит так, акционеры завтра мне не продаете – невозможно. Что делать в этой прекрасной ситуации? Мы возьмем часть вашего решения. Не будем сейчас ставить рамки 10% вип-не вип. Вернемся в технологию, в процессы и вот в ваше предложение. Давайте так, в этом процессе, с точки зрения, в том числе, учитывая семинацию, разделим роли. Распределим роли, в том числе покажем, где место акционеров в этой замечательной продаже. А место понятное, что дорогие менеджеры по продажам, когда вы видите клиента, который по подведу похож на роли, желательно еще описать. В этот момент, в правильное время, в правильном месте вы привлечете акционера или подхватите от него его запрос. Потому что, когда он там в Куршевеле потусовался, что-то сказал, говорит, стоп, больше ничего не говори, отдай менеджеру, он дальше все запишет. Я сейчас немножко утрированно говорю, но это примерно так и происходит. Итак, первое распределение ролей – место акционера. Где они в продаже? На вход, на вызов и так далее. Следующее очень важное место. Я недавно спросил. Это аудиторские услуги, это профуслуги. Коллеги, вот это специфика этого бизнеса. В профессиональных услугах конечную продажу делает не продавец. Вот это была одна из важнейших причин, потому что разваливались отделы продаж. Продавцы из хороших побуждений хотели закрыть сделку сами. А теперь представьте себе, вы покупаете аудиторскую услуги. Вы захотите глаза аудиторские, которые будут смотреть вам глаза и скажут, я подписываюсь под этим, дорогие друзья. Я, как пресс-вотерхаус, Юпас, не догадываюсь. А ведь реально вам это важно, потому что вам нужен аудиторий для многих-многих целей, в том числе для того, чтобы привлечь инвестиции, чтобы разбираться новые специи. Вы хотите посмотреть глаза аудитория? Хотите. Значит, как написал Филипп Коттерн в интервенном романе «Маркетинг-услуг» написано. Маркетинг-услуг – это маркетинг личности, которые за услугой стоят. Нельзя абстрагироваться от производства в этом бизнесе. Понятно, что могут быть очень фасованные, короткие, понятные продукты. Кадровый учет. Может быть, здесь менеджер по продажам сам закроет сделку. Но если компания будет большая, клиент, они тоже скажут покажите нам, с кем мы за подействием. Получается, одно из важнейших распределений ролей в этом бизнесе, где продавец, менеджер по продажам ведет процесс, в какой момент он приглашает в той или иной форме человека из производства. На что он его продажет? Во-первых, на ценообразование. Если запрос касает чуть-чуть сторону от стандартного продажа, ценообразование надо сделать и его надо объяснить. Почему это так? Как в нашем бизнесе в консалтинге. Когда вы приходите к нам, а мы вам говорят, ребята, тут такое дело, разработка технологии продаж в два месяца. Как так долго? У вас же уже все готово. Да, у нас все готово на 80%. Но с вами это обсудить надо, это время. Так и здесь. Это обоснование времени должен делать кто-то из производства. Цену представить должен кто-то из производства. Вы скажете, подождите, ну что, с клиентом категории цены таскать людей из производства? Абсолютно будет разумное замечание. То есть сегментация клиентов. Мы распределим клиентов на сколько хотите. Абсолютно на 3, обычно на 4 делают и так далее. Крупные, средние, мелкие, в микро. И вводятся правила. Микро, если нам это выгодно, продает менеджер сам. С такого-то уровня он уже по определенной процедуре описанной технологией вызывает производство. Тут важный момент. Вызывает в определенной процедуре и отпускает вызвать по определенной процедуре. Главное, чтобы выйти. Итак, распределение ролей. Внутри процесса и с привлечением нашего замечательного акционера. Акционера или акционер? То есть ваш подход был очень разумный с привлечением ваших элементов. Ну вот такие акции. Теперь давайте к KPI перейдем. Вот самое главное, самая основная история в этом процессе это KPI. Кто? Выстраиваем процесс. Под значимый сегменты адаптируем, адаптируем процесс, описываем. Внутри процесса распределяем роли. Кто за что это делает. В каком виде эти роли общаются между собой и взаимодействием. Итак, процесс выстроен. Теперь нам этот процесс надо часто запускать. Правильно? Для этого существует KPI. Верхний уровень плана показатель – деньги. Количество проектов, диригаций. Не важно, что происходит. Но нам очень важны промежуточные KPI. Слово KPI произключало. Есть кто-то версия, что мы в KPI будем иметь в этот год? Показателем эффективности, который потом в замечательном контроле будем измерять. Количество звонков, количество встреч. Нет, я еще не шагал. Кейп и формы синдикаторов. Ключевые показатели эффективности. То есть промежуточные показатели, по которым мы меряем. Вообще процесс идет. Это же целая новая. Коллеги, это не навык, это варианты. Их всего два KPI с приложениями. А количество куплен? Это верхний уровень деньги. Сколько клиентов пришло, если у нас ворота, которые идут в речную дорогу. Давайте назовем это помонку. Показатели воронки продаж. То есть конверсия входа, запроса, первого контакта до сделки. Это первая воронка для включения и первой продажи. Есть еще вторая воронка развития. Пролонгация, распродажа и так далее. Итак, воронка продаж. Количество клиентов на разной стадии процесса. Сколько у нас таких клиентов должно быть вообще для компании и для каждого менеджера в частности? Например, для изглавной сделки тебе должно быть в работе на разных стадиях 10 клиентов. Сейчас цифры устроены. Все, вот это показатель воронки. Версия как хотите. Вот эти показатели мы должны внести. Просто в обязательном порядке. Кто потребитель этих API? Наш маркетинг. Слово маркетинг прозвучало. То есть там, где генерятся входящие запросы. Я продавец. Я хочу процесс исполнять маркетинг. Дай мне x входящих запросов. Откуда угодно. Любыми механиками, которые маркетинг не поделят. Недостающие я сам холодным образом. Но у меня должна быть воронка забита, заполнена. И тогда я по ней. Понимаете логику? То есть это в любой стадии, в любой стадии. Чтобы тоже не утрировать, 20 промежуточек точек не ставить, обычно ставят 4-5. Количество запросов, количество первых контактов, определенные потребности, презентация, предложение, возражение. Примерно. И вот эта вороночка должна быть. Значит, в воронке продаж есть несколько обстоятельств. Очень интересный парадокс. Первое. Воронка продаж должна быть заполнена. То есть если вы решили 10 к 1, значит 10 входящих запросов должны быть. Ну, неважно входящих, 10 запросов должны быть. Значит, по-английски коэффициент конверсии воронки, вот это верхняя точка сделки, английский называется win rate. Рейтинг выдача. Значит, у этого рейтинга есть такой парадокс. Честно говоря, я никогда в литературе не встречал, по-нашему виден. Он нелинейный. Что это значит? Когда воронка заполнена, то есть вам надо 10 запросов, а у вас 11. Маркетинг все равно поработает, отлогный звонок, хорошо поработает, у вас 11. Сток в цен конверсии улучшается. Станутся 10 к 1, а 8. Если воронка не заполнена, скажем, у вас 10 нужно, а у вас 8 или 7, то не будет 0,7 коэффициента. Он будет шеф. То есть вам теперь для выигрыша надо не 10 запросов, а 11. Вот такой вот продукт. Понимаете, к чему так? То есть желательно, чтобы воронка чуть-чуть выливалась. Ну, то есть сравнивать с рюмкой. Ну, чуть-чуть выливалась. Потому что если сильно выливается, значит, ваш маркетинг работает, а некому подхватить, вы тратите деньги. То есть чуть-чуть. Чуть-чуть. Процент на продажу. Тогда все начинает работать. Следующий парадокс воронок-продаж, так называемый зомби-эффект. Менеджер по продажам, когда начинает мыслить воронка, и он говорит, о, у меня слушатели, 25 клиентов в работе, я кто выходит. Вы начинаете это проверять. Смотри, контроль. Обычно раз в неделю. Какой-то клиент на какой-то стадии просто вот уже без ответа завис. Ну, скажем, 2-3 месяца висит, ничего не говорит толком. Ну, что-то блеет, как обычно. Звоните через 2 недели, у нас сейчас реструктуризация, еще что-то, приватизация. Позвоните. Вот это зомби. Если вы его не вычеркните, в менеджер по продажам есть иллюзия, что воронка заполнена. О, я при деле, а слушайте, как круто. А там некому продавать. Если вы раз в неделю вычеркиваете эти зомби, для этого надо усмотреть правила. Ну, скажем, месяц на одном месяце, 2 месяца на одном месяце. Ну, не связано, с каждым самым продавцом. То почему-то тогда воронка не становится живая, ее все время надо заполнять, все время снизу так заводить. Вот такие аспекты. Соответственно, если есть эти кипя и поворотки, надо ввести еще один кипя. Вы его сказали. Количество звонков, встречных, что решить. Единственное пожелание не делать сводные попытки свести 5 звонков, одна встреча и так далее. Вот это нереальная история. Какой-то один контакт выберите, влажный. Звонки не нужно. Понормируйте звонки. Встреча значит встреча. Нормируйте. Введите этот норматив. И добавьте еще норматив по времени на клиента. Ну, это смотрите опять же в своем видео. Клиенту тратим 2 месяца. Не получается, оставляем его в покое в следующем. Значит, как только эти кипя и появились. Деньги, воронки продаж и нормативы. Дальше контроль. Значит, коллеги, по поводу контроля. Мы все прекрасно понимаем, что это такое. На практике это много рутинных операций. Соответственно, это ежедневные отчеты людей. Это CRM-системы, некое хранилище, куда эти отчеты попадают. Что вы, как руководители, руководители компании, могли ежедневные, недельные, ежемесячки смотреть, кипя и выполняются. Если вот этого инструмента измерения нет, то люди кипя и не выполняют. Как только они их не выполняют, они на них плюют. Как только они на них плюют, вся логика власти. Ну, как в ГИБДД. Мы можем дать тысячу рублей и проехать. Значит, у меня нет. Мы их не уважаем. Ах, вы нас не уважаете, говорят Али. Тогда мы с вас будем говорить две тысячи рублей. Порочный круг. Надо уважать закон. Надо уважать закон компании. В продажах. Это очень важно. 40 евро начинают уважать. Нет проблем. Всегда кто-то определяет скафу у меня. Вот, с моей точки зрения, вот такая примерно вот. Вот такой стандарт вы устраиваете дальше в том или ином виде. Франчайзи ли, свои филиалы ли, свои партнеры ли, вы этот стандарт передадите в регионы, есть для вам сегодня стратегия? Что делать? Первое. Введение KPI на самом деле очень интересный момент. Вам хочется ввести взрослый KPI. Вы понимаете, что вы имеете дело здесь. Вводите снизу. Ввести. Значит, что значит ввести снизу? Облегченный KPI. Они его выполнены? Выполнены. На пять процентов прибавили. Выполнены. На пять процентов прибавили. На пять процентов прибавили. Через год плюс восемь. Не стали. Со всех секунд. Ничего. Это первое обстоятельство. То есть KPI вводится плавно, без резких целых. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Сталин. Что произошло? Не достигли выдающихся результатов? У них корона на голове. Корона на голове. Значит. Есть такой знаменитый футбольный тренер. Дон Фабио Каппелло. У одного из русских футболистов была не корона уже прям вот такая штука. Андрей Оршавин. У него где родной Оршавин? И бизнес. А принцип один и тот же. Значит. Выросла колона. А также вы покупали компьютеры, которые устаревают за год. Какой у вас сейчас телефончик? Nokia 3110? Нет. Вы же его выбросили. Вам же так было. Жалко его. Я хожу уже сто лет с вами. Это не первый айфон. Для начала разговора. Второй. Ну не пятый. Значит в какой-то момент вы выбросили. Я вас уберу. Хочется пятый. Есть. Возвращаемся. Потому что хочется пятый. Значит вернемся. Значит смотрите. Итак человек конкретно достигает определенного уровня. Вас по бизнесу устраивает? Теперь ваша задача, чтобы он не опускался. Вас не устраивает? У вас есть ему замена? Нет замены. Вот. Вот она где проблема. Замена. Специфика про бизнеса. Так. Минуточку. Это уже индивидуальная консультация. Давайте. 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 Что значит. Он один такой вырос. Гений. А остальные все уроды что? Он. Далее. Так. Друзья мои. Я категорически против такого формата общения. Давайте оставим. Да. Вот. Есть вопрос. Ответ. Это уже полемика. Хорошо. Еще вопросы к Владимиру. Спасибо. Коллеги. Важный момент. Вы понимали. Я пришел позже. И сижу тут прям так. Ха. Все красиво рассказываю. Это не догма то что я сейчас и сказал. Но вероятность того что успех будет очень высота. Можно ли делать не так как я сказал. Можно. Но вероятность успеха сильно не велика. Вот. Относитесь к этому без догматизма. Но логика она именно в этом. Процесс. КПИ. Контроль. Вперед. Ответ. Что вы сказали. Тот. Кто не тянет на этой гонке. Ну вот. Поймите. Вот. В спорте. Если у человека корона. Но он при этом амбициозно идет вверх. Он ваш звездой. Он ваш весь звездой. Он ваш весь звездой. Пестуйте. Хольте. Или лейте. Но понимаете. Что через год. Может повторится собрал маршавра. То есть. Вы должны быть к этому готовы. А готовы можете быть только один способ. Плюс один стажер. Если позволяет стажер. Поэтому. Если все успешно. И все это вот механизм завертелся. Ну чуть-чуть от фашировой ряда. Плюс один стажер. Чтобы стажер не был нагрузкой. Ему всегда есть чем заменять. База данных обновляется. Собирает. Полезный персонаж. Через 3-4 месяца. Можете выписать. Что? Что? Ведущий врок. Если есть. Ааа. Продолжение следует. Нельзя чтобы одному человеку. Там из пяти. Вот один. Был мега-мега звезда в состав. Да. Коллеги. Это среди. Ааа. Абсолютно правильно. Что значит звезда? Вот что значит звезда? Он на порядок лучше остальных. Что это значит? Он на сто процентов делает продаж и сто процентов надо разбираться. Почему? Не надо разбираться. Надо этих выборов добрать сверху. Ну. Так. Коллеги. Так не бывает. Наверное раз в пятьдесят лет рождается Месси какой-то. Или Усейн Боу. В наших компаниях нет Усейна Боу. Ну. Давайте вечно называть своими мнениями. Если есть такой огромный разрыв. Это не скупа заслуга лучшего. Он просто молодец. Старается прогрессировать. Это упрек худшим. Есть такой знаменитый тренер в Москве американский. Джон Ван Эйкин. У него простой принцип. Вы любите футболисты? Да. Американский футболист. Американский футболист. Ну. Какой-то спорт. Да. Так вот Джон Ван Эйкин говорит. Нет. Он бизнес тренер. Очень просто. Каждый квартал чертит. Неудачно. Жестко. Не держите. Увольте. Только дайте людям углажаться шанс. На следующий день увольте что-то. Дайте им шанс. Кто-то взлетит. Кто-то. И таким образом вы поднимите тот самый средний уровень. Средний уровень это то удобрение с какого у вас есть. Вы рассказываете о ситуации, когда в данном доме у него костюм. А если я маленький, почему же не дешевле? Потому что только начинение. У меня такое все. Это моя тюрьшее стопление. Смотрите. Пункт первый. Пункт первый. Вас ждет 90%. Я вам сейчас расскажу. Только сделайте их. Этот парень сделал. Он заработал деньги на себя и на то, чтобы покураживаться Это эволюция. Не может учредитель компании это сделать. Зачем это? Начинаете это всегда сделать. Вы никогда не задумывались, почему компания аудиторская PricewaterhouseCoopers называется PricewaterhouseCoopers. Фамилии. Да. Которые что делали? 102 слов. Пахали. Как говорили про своих здравоохранительных романов? Не знаю что это. Не знаю что это. Их внуки в Гарварде отрывались по полу катушки. А вот они нет. Почитайте драйзеры, финансисты. Бизнес, частный бизнес это язва желудка и импотенство. Кручку. Все. Таким можно чуть-чуть оторвать от шага? Пл Ash, я хочу надеяться. Жизнь давно сказалаJean и Старпа. Я старик на NES. Плетал охранительное надежное пространство Не прощ wichtig приехал зайти при начальной эксплуатации! Да, это я зацит. Пл Ashیاнин tinhaürеющие черные России cambio. Он не определяет тем, что они приятны. Продолжение следует...